Дорогие товарищи, спасибо вам большое за теплый прием. Для меня большая честь представлять нашу партию на этой конференции в этом городе и в этом году. Сто лет назад научный социализм стал реальностью. До тех пор марксизм был всего лишь теорией, которая существовала внутри первого интернационала и применялась к классовой борьбе в условиях буржуазного господства, господства буржуазии. Потом на кратковременный срок, во время Парижской коммуны, было показано, что пролетарская революция не только возможна, но и необходима. С Октябрьской революции марксизм применился в строительстве социализма, как первого шага строительства коммунистического общества. Это дало всей всемирной истории огромный импульс. Сегодня, через сто лет с того момента, коммунисты нужно обдумать о причинах, по которым социализм был потерян. Почему? Ответ простой и ответ очевиден. Он будет нереалистично предполагать, что по истечении сто летнего опыта, мы, не понимая причины этого разрушения, будем рассматривать это просто как неизбежное событие. Это неправильно так. Напротив, нам нужно подтвердить, но, конечно, в дальнейшем оставив место в дальнейшей дискуссии, что единственная настоящая альтернатива характеристическому варварству, которому мы свидетельствуем каждый день, это научный социализм, который основан на пролетарской диктатуре и на централизованной плановой экономике. Мы считаем, что именно так и строили систему в СССР и в странах народной демократии. Значит, 17-й год – это начало этого строительства, а вот 53-й, 56-й год – это закат. Почему мы указываем на этот трехлетний отрезок времени? В 53-м году умер Сталин, и мы рассматриваем события, которые последовали. В 56-м году произошло два важнейших съезда. Произошли важнейшие съезда. 20-й съезд в компарте Советского Союза и 8-й съезд в компарте Италии. И эти съезды проложили путь к перерождению. Каковы были причины этих событий? Вдруг неожиданно поменялась природа этих партий, которые приняли новую политическую линию? Вдруг так неожиданно поменялась природа пролетарских государств, которые превратились в государства, управляемые буржуазией? Или же эти партии и государства придерживались пути социалистического строительства до их разрушения в 89-м и 91-м году? Два различных ответа приводят к тому, что либо отвергается этот опыт с момента изменений, или же подтверждается. Поскольку мы последователи Маркса, и у нас есть такой инструмент, как исторический метеоризм, нам необходимо связывать все политические и идеологические процессы с классными вопросами, с вопросами производственных отношений, которые существуют в обществе. Нам нужно также отделять первичные и вторичные отношения. В отличие от того, что рассматривается в кавычках исторической правдой, во времена Сталина было достаточно большое политическое обсуждение. В частности, работа Сталина «Экономические проблемы социализма СССР», написанная в 52-м году, в которой он критиковал некоторых товарищей, которые выражали при этом свое мнение с полной свободой. Читая этот интересный текст, мы можем понять экономические дебаты в СССР, потому что в то время это представляло дальнейшую политическую дискуссию. Столкнулись две политические линии, которые показывали разные идеологические подходы, особенно в области экономической политики. Первая линия представляет линию от Бухарина к Горбачеву, а промежуточными звеньями были Хрущев и Коцыгин. Бухарин отвергал ускоренное завершение НЭПа, приоритет индустриализации и коллективизации, переводу в создание колхозов. А Хрущев вскоре после смерти Сталина продал МТС и оборудование колхозам. Коцыгин продолжил реформы Хрущева, и процесс продолжался до тех пор, пока произошло бедствие при Горбачеве, которое легализовало параллельную теневую экономику, и что стало ядом для советского общества, и погубило в итоге партию вплоть до разрушения социализма. И была вторая линия, которая проводилась Сталином вплоть до его смерти, которая предполагает полное применение пятилеток, значит, коллективизацию на селе, и растущую роль в социалистической экономике, которая управляется из центра и контролируется рабочим классом. Я также хочу отметить, что был еще один последователь этой линии, Андрей Жданов. За год до его смерти, в 1948 году, он был председателем на первом совещании Коминформа, где он заложил начало ответу на угрозу со стороны империализма, он осудил предательство со стороны Тита, и раскритиковал политический оппортунизм некоторых западных компартий. Среди них были итальянская и французская партии. Значит, с точки зрения Сталина, исходит из его последнего труда, экономические проблемы социализма в СССР. Он четко показывает свои взгляды на усиление пролетарской диктатуры в СССР и отношения между обобщисленными средствами производства и рынком. Сталин, будучи диалектическим материалистом, указывает путь к пролетарской диктатуре, которая должна удерживаться в ходе социалистического строительства. Нельзя сразу избавиться от товарного производства, но цель в том, чтобы избавиться от капиталистических торговых условий и от возможного контроля капиталистами. Сталин утверждает, что товарное производство ведет только к капитализму. Сталин говорит, что если есть частные средства наследства производства, если труд продается, как любое другое, на рынке, то это показывает, что система эксплуатации капиталистами существует в стране. Сталин говорит, что производство, а не распределение товаров, определяет настоящую суть общества. Рынок существовал даже до капитализма, и он может существовать еще в некоторый период при социализме, но только при условии, что он контролируется рабочим классом, и что рынку не позволяется создавать новые формы капиталистического накопления, которые задерживают развитие социализма. И еще несколько если. Вот эти самые если являются гвоздями, которые Сталин забил в гроб капитализму. После своей смерти. Но после смерти Сталина эти гвозди как раз достали из гроба капитализма, вырвали. Суть вопроса в производственных отношениях в СССР, который позже был подорван реформами, в том, что невозможно было пересмотреть строительство социализма, не принося этот вопрос на рельсы социалистического строительства. В итоге Стали делать отступление строительство социализма. Сам социализм, он как раз измеряется отношением об общественном хозяйстве и от остатков рыночного хозяйства. Второй ответ, который направлен Ярошенко, также очень важен, чтобы понять, что Сталин хотел сказать на данную тему. Это политический вопрос. Здесь идет речь о необходимости руководства и движения в сторону ограничения рынка. Третьего ответа Сталин направляет, он сосредоточен на технической стороне вопросов и очень важно на это обратить внимание в анализе Хрущевского периода реформ. Он критикует двух товарищей, говорит, что их ошибка, то, что товарный оборот капиталистический, он несовместим с перспективой перехода от социализма к коммунизму. Более четко просто нельзя сказать, что случилось после смерти Сталина, когда начались реформы Хрущева. Первым делом оборудование и тракторные станции МТС были проданы колхозам. Это, значит, привело к восстановлению капиталистического накопления в СССР. Оно продолжилось под предлогом, что плановая экономия была слишком жесткая и неэффективная. Таким образом, стали обращать внимание на некоторые показатели и даже либерализм стал влиять на советскую экономику. И в отличие от взглядов Сталина, задача была не в том, чтобы определенной цели достичь, но двигаться эффективным способом неважно в каком направлении. Чтобы напомнить пример поездки на автомобиле, значит, важно то, как водитель строит маршрут, чтобы достичь цели, учитывает, есть ли где-то загруженные участки или крутые склоны. Значит, это все совершенно не новое, что касается критики СССР. Мы хотим кратко рассказать о Троцкистском крыле, которое разорвало с партии до 1953 года, и еще о Мавийском крыле. Троцкий сам признал, что у него был ненаучный характер термина «каста», и он не сочетался с марксистской теорией. И здесь отсутствовало описание, что производится и почему производится. возвращаясь к теории Троцкого о кастах, мы находим, что там определяется не класс, а некая категория людей через их социологические и психологические аспекты. Мы предлагаем свои собственные аргументы, объясняющие причины потери социализма из СССР и стран народной демократии. Анализ начинается с оценки экономики, эволюции общества, созданием параллельной теневой экономики, без общественного контроля, которое создало условия нового накопления капитала и восстановлению буржуазных антисоциалистических политических групп. Значит, партия стала не способна управлять обществом. как могли люди в этой ситуации идти в партию и развивать советское общество. На наш взгляд ответы такие. В интересах социалистического общества оппозиция пролетарской диктатуры может продолжать существовать. но нужно не допускать накопления богатства. Группы, которые сильные и богатые, связаны с экономическим крылом партии. Это крыло не основывается на марксизме и оно у него в углове угла другие ценности. Они хотят избавиться от диктатуры рабочего класса. Эти две группы, которые друг друга поддерживали, становились все более влиятельными в партии и в обществе. Шаг за шагом и параллельная темневая экономика, и параллельная идеология развивались. до определенной степени параллельная экономика стала заполнять некоторые места в центральной и плановой экономике. И медленно, но верно менялась идеология, терялась классовая характеристика, и стали заявлять, что это государство всего народа. Следующий момент. В определенный момент экономические группы стали такими сильными и влиятельными, что стал вопрос о существовании такой структуры, как коммунистическая партия, которая не хотела уже прикрывать параллельную дневную деятельность. Следующий пункт превосходства оппортунистов в руководстве КПСС. Это дискредитировало партию перед рабочим классом, перед народом. Таким образом, доминирующая каста никогда не существовала. это были случаи воровства и развития черной теневой экономики. Кризис, который развился, явился типовым проявлением оппортунизма с идеологической точки зрения. Тут сложно, нам нужно тут, конечно, сделать какие-то выводы, пусть даже временные, чтобы совместить опыт, который произошел в разных странах. марксизм-юнинизм это как раз тот путь, который дает воздух для дальнейшего движения к социализму. И у нас по-прежнему великая задача изменить мир. Спасибо. Спасибо.